Апрельским утром 43-го к воротам пересельного лагеря в пригороде Парижа подошел седой мужчина с посылкой для матери Марии. Это был Даниил Скобцов, ее бывший муж. Внезапно ворота распахнулись, и из них стали выезжать грузовики. Каждый был набит женщинами. В одном из них он увидел мать Марию, свою Лизу. Она тоже его заметила, вскочила, замахала ему руками. У нее был здоровый цветущий вид. Да, это вокзал. Он был немного дальше за воротами лагеря. И там, скорее всего, была какая-то платформа. Поезда, вероятно, проезжали туда еще пару метров. И оттуда, это как раз вокзал Фюрстенберга, оттуда заключенных привозили сюда либо на грузовиках, либо они шли пешком. Не думайте, что русская иммиграция поняла мать Марию. Так что, чтобы вы вообще не заблуждались, трудно понимать. Все те люди, типичные французы, которые не специально христиане, но такие интеллектуалы, даже агностики. Когда познакомились с мать Марией, жизнь их не переменилась. Она может затронуть всех, даже экстремов, правых или левых, индифферентных и благочестивых. Так что, вот, я думаю, что это ее, это был путь ее жизни, экстрем. Марией, жизнь их не переменилась. Мы считаем это озеро-кладбищем, как и всю территорию здесь. После войны на протяжении долгих месяцев Даниил Ермолаевич Скобцов будет давать объявление в парижских газетах о розыске своей жены. Он найдет ее имя в архивах концлагеря «Равенсбрюк». Елизавета Скобцова. Транспортный номер 19263. Когда-то в беседе с Блоком Елизавета Юрьевна говорила «А мое – это зимнее, бурное, почти черное море, перекаты песчаных дюм, серебряно-сизый камыш и крики баклавы». Вот ее характер, вот ее образ. И мы по крохам узнаем свою анапу. Приглашаем на морскую прогулочку на ночную роду в 9 часов вечера, в целых полтора часа. Многие говорили о том, что это была действительно любовь между Даниилом Ермолаевичем и Елизаветой Юрьевной. Он ведь фактически отбил ее у смерти. И когда она приняла решение стать монахиней, Даниил Ермолаевич далеко не сразу согласился с тем, что для нас кажется очень понятным для матери Марии в тот момент. Он ее очень любил. И отпустить ее было, конечно, трудно. Нет, Господь, я дорогу не мерю. Что положено, то и пройду. Вот услышу опять про потерю, Вот увижу борьбу и вражду. Я с открытыми миру глазами, Я с открытым ветру душой. Знаю, слышу, Ты здесь, между нами. Мерой меришь весь путь наш большой. Лизе было три года, когда их семья переехала из Риги в Анапу, в родовое поместье ее дедушки, прославленного на Кубани начальника Черноморского округа, генерал-лейтенанта Пиленко. Софья Борисовна говорила, что дом был похож на средневековый замок. Это был главный дом в жизни детей Лизочки и Мити, Софьи Борисовны. Отец Лизы Юрий Дмитриевич в Риге служил товарищем окружного прокурора, а на Кубани принимал в наследство от ушедшего отца большое хозяйство, имение, обустроенные земли и виноградники. Совершенно другой строй жизни, чем был в Риге, в Петербурге, куда маленькую Лизочку и Митю часто вывозили отсюда уже, потом из Анапы. И потом письма шли сюда, в Анапу, от Победоносцева, которого маленькая Лиза в детстве называла другом. В минуты всяческих детских неприятностей и огорчений я садилась писать Константину Петровичу. Он быстро и аккуратно отвечал на мои письма. Милая Лизонька, слыхал я, что ты хорошо учишься, но, друг мой, не это главное, а главное – сохранить душу высокую и чистую, способную понять все прекрасное. «Любила я его очень и считала своим самым настоящим другом». Нет, закрыто. Закрыто. Константину Петровичу нам не попасть. Дружба продолжалась до событий 1905 года. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому – народ. В это время отец Лизы уже был директором Никитского ботанического сада и училища виноградарства в Ялте, где он разрешает студенческие митинги и защищает своих революционно настроенных студентов. Их борьба, риск, конспирация привлекают Лизу. На пути к этому стояло лишь одно препятствие – друг ее детства, оберпрокурор Священного Синода Победоносцев. Константин Петрович, что есть истина? Вопрос был пилатовский. Но в нем действительно все сказано, и в одном слове хотелось также получить ответ. Но он-то сказал ей о том, что главная истина в любви. Причем в любви к ближнему, а не дальнему. Милый мой друг Лизонька, любовь к дальнему – не любовь. Так и в делах. Дальние и большие дела – не дела вовсе, а настоящие дела – ближние, малые, незаметные. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании. Тогда Лиза посчитала, что Победоносцев экзамена не выдержал. Это была их последняя встреча. Оставалось дать ответ на самый важный вопрос. Верю ли я в Бога? И если Бог? Ответ пришел с такой трагической неопровержимостью. Умер мой отец. Эта смерть никому не нужна. Она несправедлива. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит и вообще Бога нет. Так закончилось детство. Осенью я впервые уехала надолго. От Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил. Я сердце вьюгом подарил. Я не понимаю. Но я понимаю, что он знает мою тайну. Первый раз Лиза увидела Александра Блока на литературном вечере в зале захолустного реального училища, где-то в измайловских ротах. Место авторитета освободилось. Она в поиске такого авторитета, учителя жизни, того, который ее поймет. Так как понимал победоносцев. Ведь она именно это в нем ценила, что он ее понимал и воспринимал всерьез. И вот чего-то такого она ждет от Блока. Она же не просто увлеклась его поэзией. Она ищет личные встречи. Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Такой увидел юную гимназистку Лизу Пеленко Александр Блок. Если не поздно, то бегите от нас, умирающих. Вы умираете, а я буду бороться со смертью, со злом. Потому что вы вошли в мое сердце и не выйдете из него никогда. И все же Петербург ее на время победил. В 10-м году Лиза уже слушательница бестужеских курсов. Она во власти революционных идей и неожиданно для всех выходит замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина Караваева, молодого эстетствующего юриста. Елизавета Юрьевна быстро влилась в жизнь литературной и художественной элиты. Символом этого Петербурга была башня Вячеслава Иванова, Ахматова, Гумилев, Бердяев, Гиппиус, Блок, Белый. Поэты из народа, композиторы, художники, мыслители. И сюда Елизавету привел ее супруг Дмитрий Владимирович Кузьмин Караваев. Такой человек был книжный, кабинетный. При этом водил дружбу с литераторами, был в отдаленном родстве с Гумилевым. Каждый вечер с мужем бываем в петербургском мире. Помню одно из первых наших посещений башни. Полночь, в столовой много народа. Мы еще не успели со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу. С кем вы? С Христом или с Антихристом? Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны. На рассвете подымаемся на крышу, внизу Таврический сад. Приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. Замкнутый круг башенных сборищ, цехов, добродячих собак. Пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Елизавета Юрьевна все более тяготится Петербургом, который умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить. Она писала, вы хранители заветов, вы курганы, к вам я преподую, ища забытой верой. Какой верой? Да, тогда к ней приходит многое. И осознание себя, жительницы этой древней земли, потомок огненосцев, скифов. Я с детства в тягостном плену. Расставаясь с Петербургом весной тринадцатого года, Елизавета Кузьмина Караваева расстанется и со своим мужем Дмитрием. Быть может, она создала его в своем воображении? Скорее хотела спасти от какой-нибудь бездны. Далой культуру, далой рыжий туман, далой башню и философию. Есть там только один заложник – Александр Блок. В свой отъезд из Петербурга Елизавета Юрьевна рассматривала как борьбу со смертью и злом. Борьбу не только за себя, но и за Александра Блока. Это пейзаж Батнаугейма двенадцатого года. Сцена труда, напоминающая наследие Гончаровой, которая была убеждена, что земной труд благословлен Богом. И, конечно, эта живописная работа является прямым свидетельством, насколько это было близко и со мной Кузьминой Караваевой. Ну, а эта работа, конечно, одна из тех многочисленных, которые Кузьмина Караваева делала во время ее путешествия в Германию по следам Блока. В Ногейме был самый большой перелом, самая большая борьба. И из нее я вышла с вашим именем. Потом годы совершенного одиночества, дом в глуши на берегу Черного моря. И были вы. Потом к земле как-то приблизилась. И снова человека полюбила. Потому что знала, что вы есть. И теперь месяц тому назад у меня дочь родилась. Я ее назвала Гаяна, земная. Еще тогда на галерный блок как бы предначертал юной гимназистке встречу с простым человеком. Но во время войны и этому простому человеку было суждено исчезнуть из жизни Лизы. Душа приняла войну. И в упорных, жарких и бесплодных молитвах на холодном полу – мое военное дело. Это для чего-то нужно. Для войны. Для России. Для народа моего любимого. Для народа нужен только Христос. Я это знаю. Последний этаж под самой крышей. Вот эти окна. Это окна квартиры Александра Александровича Блока. Сюда в 14-м году к нему приходит Елизавета Кузьмина-Караваева. Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего. Ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду. Куда угодно. До самого конца. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи. И вы за нее во имя ее сгораете. Таково ваше высокое избрание. Гореть ничем, ничем помочь вам нельзя. Это была их последняя встреча. Многолетняя и трудная борьба в душе Елизаветы Юрина и безнадежное отчаяние Блока совпадали с грядущими трагическими событиями. Трубящий сон на ангелов. Глядя вот на эти круговые композиции и предполагая, что это какие-то эскизы храмовых росписей. Удивительно, что это ведь дореволюционный период. Насколько она могла предчувствовать и предвидеть, что все ждет ее впереди. Потому что потом мы все эти мотивы встречаем уже в ее поздней жизни. Мой дорогой, любимый, после вашего письма не знаю, живу ли я отдельной жизнью, или все, что я, это вы и в вас уходят. И Блок на этой ноте не захотел. Дальше не было ни одного письма. Она написала ему еще, потом еще, но ответа уже не было никогда. И трудно сказать, что это было. Признание в любви, усыновление, прощание, все сразу. Я знаю, живущий к закату не слышит священную весть. И рано мне тихому брату призывное слово прочесть. Смотрю на горящее небо, разливший свет между рам. Какая священная треба так скоро исполнится там? Время! 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 и Кузьмину Караваеву сделали потом матерью Марии. Первые француженки были депортированы в Равенсбрюк в марте 43-го. Мать Мария оказалась в лагере в апреле. Она была как раз в первой партии французских заключенных, прибывших в Равенсбрюк. Лагерь уже был переполнен. Изнурительный труд, многочасовые переклички на холоде, постоянный голод, вши, в Равенсбрюке. Ей предстоит провести два года. Но все это будет позже. Впереди испытания революции, трагедия гражданской войны, вынужденная эмиграция. Революционные события застали Елизавету Юрьевна на Кубани. Она передает свое наследственное имение в безвозмездное пользование казакам в станице Гостогаевской. А в феврале 1918-го Елизавета Юрьевна становится городским головой Анапы. На нее просто сваливается эта ответственность за город, за горожан. Когда уходит прежняя глава Анапы, она становится как заместитель на его место. Она в этом же состоянии становится членом партии социалистов-революционеров. Не раньше, не тогда, когда они там убивали, взрывали, а тогда, когда это уже стала, по сути дела, правящая партия. Когда власть захватили большевики, Елизавета Юрьевна некоторое время оставалась в Анапе в качестве комиссара здравоохранения и образования. Она будет укрощать пьяных матросов-анархистов и спасать жителей своего родного города от расстрелов и морских бан. Но все же вскоре будет вынуждена покинуть Анапу, чтобы принять активное участие в сопротивлении большевикам. В августе 1918-го года добровольческая армия во главе с генералом Покровским отбила у большевиков Анапу. Когда Елизавета Юрьевна вернулась домой, ее немедленно арестовали. Адвокаты предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Судилась я по приказу номер 10. Наказание, по моей статье, колебалось от смертной казни до трех рублей штрафу. Доказывать белым, что она не красная, а красным она не хотела... Кто знал о ее деятельности там, в Поволжье и здесь, знали только то, что есть в Анапе. Так ведь это была гражданская война по закону военного времени, судила ее война, окружной суд. И очень просто, легко, чуть-чуть, и все. И вместо трех рублей все. Если ее могли убить даже, вот настолько все, как было схвачено. За что? Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка способна решиться на истребление русских духовных ценностей. Это из письма Максимилиана Волошина, которые в защиту Елизаветы Юрьевны подписали тогда многие видные деятели культуры. Все закончится двумя неделями ареста на Гоуптвахте в значительной мере благодаря влюбившемуся в Елизавету Юрину председателю военно-окружного суда Даниилу Ермолайевичу Скопцову. Через пару месяцев они обвенчаются. Но события гражданской войны изменят их жизнь навсегда. Россия тонула в крови братоубийственной войны. Весной 1920 года Екатеринодар был окончательно взят большевиками. Даниил Ермолайевич Скопцов, как член правительства Кубанской краевой рады, уходил с казаками. А его молодая жена Елизавета Юрьевна Скопцова вместе с матерью и своей шестилетней дочерью Гайяной покидали Россию на переполненном людьми пароходе. О, Русь, о, нищий Ханаан, земли не уступлю ни пяне. Я лягу в прах и об земле пом, врасту в твою сухую плину, щепня гость и пыли ком слились со мною плоть единою. Все погибали Россию, все спасались от гибели, и никто не знал, надолго ли это. Россия, мука какая, и везде ты, вопящая, потерянная, в сердце каждом ты, в каждой капле крови ты, отрава наша, тоска наша, любовь наша. Мой муж родился в 14-м году, и он всегда говорил, мои родители были убеждены, и вся эмиграция, большевички падут, мы вернемся до Второй мировой войны. Потом они уже поняли, что никогда не вернутся. Но, как говорится, сидели на чемоданах. И у некоторых еще ключи от квартиры. Тифлис, Стамбул, Югославия. У Елизаветы Юрьевны и Даниила Ермолаевича родились двое детей, Юра и Настя. После четырех лет скитания их семья прибудет в Париж. Мы страшно нуждались, жили всей семьей на 15 франков в день. Я делала куклы, работала по 10-12 часов в сутки. Положение немного улучшилось, когда Даниил Ермолаевич стал работать шофером такси. Но внезапная болезнь младшей дочери Насти все изменила. Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила. И сейчас хочу настоящего и очищенного пути. О чем и как ни думай, большего не создашь, чем три слова. Любить друг друга. Только до конца и без исключения. И тогда все оправдано. И вся жизнь освящена. А иначе мерзость и тяжесть. Смерть дочери отдалила Елизавету Юрьевна от мужа. Она находит себя в активной деятельности в русском студенческом христианском движении в качестве разъездного секретаря. Но русская Франция знакомила Елизавету Юрьевну не столько со студенческими кружками, сколько с обнищавшими русскими беженцами. Здесь делена струя реки. Здесь все в зеленоватом свете. Здесь забрались на чердаки и моей России, дикой дети. Опять я отрываюсь вдаль. Моя душа опять нищает. И только одного мне жаль, что сердце мира не вмещает. Через пять лет Елизавета Юрьевна еще раз переживет смерть Насти, когда тело будут переносить на другой участок кладбища. Когда я шла за гробом, мне открылось другое, какое-то особое. Широкое-широкое, всеобъемлющее материнство. Я вернулась к кладбищу другим человеком. Я увидела перед собой новую дорогу и новый смысл жизни. Быть матерью всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите. Через год Елизавета Скопцова примет постриг с именем Мария. Скопцов с трудом согласился дать жене церковный развод. Он не верил в ее монашество. Она же не способна никому подчиняться. Вместе с уходом Лизы от него ускользала и вся его жизнь. Высокое, статное, легкое, круглое румяное лицо в черном апостольнике. Сквозь очки весело и насмешливо смотрят близорукие карие глаза. Собирается открыть ночлежку и столовую для безработных, устроить миссионерские курсы. Очень русское, энергичное и смелое. В 1935 году потребность преображать все вокруг себя выльется в православное дело. В частности, его благословила митрополития Влоги. Среди почетных его членов состояли яркие деятели русской эмиграции. Основной задачей была все та же социальная деятельность, поскольку мать Мария всегда отвечала на какие-то очень конкретные запросы своего времени, но была попытка этой социальной деятельности дать христианское измерение. Осознание своего призвания даст ей силы пережить и смерть старшей дочери, Гаяны, которая умрет от Тифа в 1936 году. Мне хочется просто бродить по свету и взывать «покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Еще накануне войны мать Мария стала заметно тяготеть к местечку Филярт, где у ее бывшего мужа было небольшое хозяйство. Даниил Ермолаевич помогал ей продуктами. И они действительно сблизятся. Мать Мария с Юрой будут часто приезжать к нему в деревню, а он к ним на Лурмель. Мать Мария в постоянных поисках своих, нищих и бродяг. Она собирает их на улицах и в притонах, ищет в больницах для душевнобольных. Теперь мне ясно, или христианство огонь, или его нет. И это прямо нас выводит к ее деятельности в движении французского сопротивления, которое, конечно, тоже было попыткой противостоять этому ужасу, этому безумию мира, которое надвигалось с немецкой стороны. Если немцы возьмут Париж, я останусь со своими старухами. Куда мне их девать? Что мне здесь угрожает? Ну, в крайнем случае, немцы посадят меня в концентрационный лагерь. Так ведь в лагере люди живут. У нас сохранилась одна трехъярусная кровать из барака. По свидетельству многих выживших, им приходилось лежать на каждой полке втроем, а то и вчетвером. У многих женщин расстройство желудка. холодно. В бараке была только одна маленькая печь. Первые годы еще выдавалось постельное белье. На Лурмель служит отец Дмитрий Клепинин, Юра в парадном шелковом стихаре, мать Мария заплаканная и счастливая. Последняя мирная Пасха 28 апреля 40-го года. Париж погружается во мрак. Мать Мария горячо поддержала решение отца Дмитрия Клепинина о выдаче фальшивых свидетельств евреям об их принадлежности к лурмельскому православному приходу. Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Если бы мы были настоящими христианами, мы бы все надели звезды. Теперь наступило время исповедничества. Пользуясь монашеским одеянием, она вывезет с зимнего велодрома в мусорных ящиках четверых еврейских детей. Общежития на Лурмеле и Нуази станут убежищами и путем переправки в безопасные места евреев, участников сопротивления и бежавших из лагеря советских военнопленных. Первым арестовали Юру. Его обещали отпустить, если мать Мария сама явится в дестапо. Мог ли Даниил Ермолаевич удержать мать единственного сына? Он смирился с ее монашеством, с ее православным делом. Да он и сам помогал ей, как мог. но Юра все для других, все для людей. Если нужно, сваливай всю вину на меня, не жалей меня, но выручай Юру, я крепкая, я вынесу, только бы Юрочку отпустили. Вместе с Юрой был арестован и отец Дмитрий Клепинин. Им предстоит пройти общий путь от пересылочного лагеря в Компьене до Бухенвальда. Вот, и тут эта карта всех городов, где арестовывали, всех, всех, всех до Компьене. И в Компьене распределяли, как она тут разговаривала, вероятно, в подобной, если было 24 таких построек. Последняя встреча матери Марии и Юры. В раме окна фигура в монашеском. Под окном высокий юноша, тихий разговор. Больше они не увидятся никогда. В тот же день мать Мария в группе других француженок уже отправляли в Германию. Три дня и три ночи в вагонах для скота, без воды, в жуткой тесноте и в полной темноте. Наконец поезд остановился у крошечного вокзала, заполненного целым батальоном МСС. Равенсбрюк. Что ж, суди, я тоскою закатной этим плеском немеркнущих крыл оправдаюсь в пути безвозвратно, в том, что день мой не подвигом был. так называемый французский блок номер 27. По свидетельствам соузниц, мать Мария находилась как раз в этой части лагеря. «Смотрите, кто-то поставил там свечу». есть чудесные высказывания о матери Марии, что она стала настоящим центром притяжения для многих заключенных. Она рассказывала им о своей жизни в Париже, о русской революции. Она утешала женщин, беседовала на библейские темы. Сохранилось воспоминание, что вокруг Матери Марии всегда образовывался кружок. Вечерами, уже после работы. Мать Мария часто посещала 31-й барак. Это был блок советских военнопленных. С молодыми девушками она вела оживленные беседы о русском прошлом и настоящем. Успокаивала их, обнимая, как своих детей. Только не пристанно думайте. В борьбе с сомнениями думайте шире, глубже. Не снижайте мысль. А думайте выше земных рамок и условий. Последнее письмо из Равенсбрюка Даниил Ермолаевич получил в декабре 44-го. Всего пара фраз, написанных по-немецки. А внизу приписка на русском. Я стала совсем старухой. При первой возможности поеду в Россию. Куда-нибудь на Волгу или в Сибирь. Буду странствовать, миссионерствовать среди простых русских людей. Тяжелобольных женщин отправляли в лагерь Укермарк. По сути, это означало смертный приговор. Оттуда заключенные попадали в газовые камеры и крематорию Равенсбрюка. К концу марта 45-го уже ясно слышалась артиллерийская канонада наступающей Красной Армии. Мать Мария все больше лежала. Она держала глаза закрытыми и как будто находилась в постоянном молитвенном состоянии. Моё состояние сейчас это то, что у меня полная покорность к страданию. И это то, что должно быть со мной. И что если я умру, в этом я вижу благословение свыше. Не смерть выбирает человека, а человек сам выбрал себе смерть. Совсем не исключено, что она вышла бы из концлагеря, она продолжала бы жить после войны и так далее, если бы не вот этот ее последний жертвенный жест. Когда администрация лагеря в очередной раз начала сортировать несчастных, мать Мария сама вступила в группу отобранных для отправки в Укермарк и заняла место одной из женщин. 31 марта 45-го года мать Мария была отправлена в газовую камеру. К концу войны было так много пепла, что, как рассказывали выжившие, его сбрасывали прямо в озеро. Да, мать Мария здесь была сожжена. Только здесь, над самой трубой, клубы дыма мрачны. А поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете, уходят в вечность для этой радостной жизни. Всего через два дня Международному Красному Кресту удалось вывезти из лагеря большое количество заключенных, депортированных из Франции. А 30 апреля 45-го года Равенсбрюк был полностью освобожден Красной Армией. Даниил Скобцов найдет имя своей жены в списке уничтоженных в газовой камере. Елизавета Скобцова, транспортный номер 19263, его Лиза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok